В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте. Вот главные темы выпуска. Сделаем округ чище. Глава муниципалитета встретился с предпринимателями. Наведение чистоты вокруг своих зданий, строений, сооружений. С новосельем шесть семей получили ключи от квартир, предоставляемых по договору социального найма. Встал такой момент. Долгожданные квартиры. Мы очень счастливы, конечно. Алла Эрнандес из Ленинского округа стала лучшим работником в сфере ЖКХ. Награждили ее очень правильно. Она лучший сотрудник. В муниципалитете продолжается месяц чистоты и благоустройства. Глава Ленинского городского округа Станислав Катаров провел встречу с бизнес-сообществом и напомнил предпринимателям важность своевременной уборки после зимы объектов торговли и прилегающих к ним территорий. Во-первых, наведение чистоты вокруг своих зданий, строений, сооружений. Во-вторых, конечно же, это общий облик наших нестационарных торговых объектов или тех объектов, которые на сегодняшний день не соответствуют тому облику, требования к которому сейчас Московской областью предъявляются достаточно строгие. На встрече присутствовали более 30 бизнесменов. Это владельцы как небольших объектов, так и достаточно крупных торговых центров. Требования едины. Фасады должны быть чистые, входные группы, дорожки отремонтированы, бордюры и ограждения покрашены. Словом, все, чтобы покупателям было приятно зайти в любой магазин или торговый комплекс округа. Это, конечно, первое требование, которое мы должны выполнять как предприниматели. И не то, что там 5 метров от всего его предприятия, и 25, и 30, и вообще, чтобы нашим жителям было очень хорошо, очень комфортно. И самим приятно, чтобы около территории было все в порядке. Это наша прямая обязанность как предпринимателей. В торгово-промышленной палате Ленинского округа более 70 компаний, и все они уже готовятся к новому летнему сезону. Чистота и порядок прежде всего. Вот эти три выходные, три субботы, которые в апреле будут, соответственно, все эти дни будут проходить уборка на территорию предприятий. Будут участвовать сотрудники, может быть, даже директора компании, потому что это традиция уже, наверное, в нашем округе в весенний период времени заниматься уборкой территорий нашего города. А завершится генеральная уборка общеобластным субботником 27 апреля. Приглашаются все желающие. С 2016 по 2024 годы почти на 65% в Ленинском округе сократилось количество очередников, нуждающихся в улучшении жилищных условий. В этом направлении ведется постоянная планомерная работа. Еще шесть семей получили ключи от квартир, которые предоставляются по договору социального найма. И расшифровку подписью. Перед торжественной церемонией вручения ключей у очередников, нуждающихся в улучшении жилищных условий, приятные хлопоты подписания необходимых бумаг. Шесть семей в этот день получили право пользования муниципальным жильем. Заветные ключи они получили из рук главы Ленинского городского округа Станислава Катарова. Я надеюсь, что каждый, кто квартиру получит сегодня, будет там счастлив, расти детей, внуков. И, конечно, это даст очередной толчок в развитии ваших семей. Юлия Болдырева еще в далекие 80-е прошлого века поселилась в общежитии. Сейчас это здание ремонтируется. А Юлия Сергеевна с сыном Сергеем получили квартиру в ЖК «Пригород лесное». Наталья Владимировна и Юрий Анатольевич Хабаровы, хоть и жили большой дружной семьей, а все же хотелось отдельного жилья. Для них это двойной праздник. В середине апреля, с разницей в несколько дней, супруги празднуют свои дни рождения. Волнуемся, нервничаем. Неожиданно. Ну как вот такое, пока еще не осознали все это. Мы жили на Жуковском проезде. У нас квартирка совсем крошечная. Двое детей там родилось, родились внук появился. И вот, видите, такой подарок ко дню рождения нам с мужем поднесли. За 8 лет на 64% в Ленинском округе снизилось количество очередников, нуждающихся в улучшении жилищных условий. На 1 января 2016 года их было более 540, а сейчас осталось 197. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Глава Ленинского городского округа Станислав Катров навестил жителей поселка Развилка, которые пострадали во время теракта в Крокус-Сити-Холле. Юлия Хваткова получила осколочное ранение в плечо, а Савелий Никитин – пулевое ранение. Молодые люди находились на стационарном лечении, а сейчас выписаны для дальнейшей реабилитации. Это от нас небольшой подарок, теплый плед, чтобы было дома уютно. Сотрудниками администрации округа были направлены письма на имя министра правительства Москвы о необходимости осуществить единовременную выплату пострадавшим. Все вопросы, которые у вас возникают, вы не стесняйтесь, говорите. Мы будем рядом, будем помогать, потому что знаю, что эмоционально есть определенная тяжесть, и физически, поэтому мы рядом, и если необходима помощь, обязательно говорите. Савелий выплату в размере 500 тысяч рублей уже получил. Администрация продолжит оказывать поддержку и держать ситуацию на контроле. Комфорт в многоквартирных домах, бесперебойная подача коммуникаций, чистые дворы – все это заслуга работников сферы жилищно-коммунальных услуг. Специалисты из Ленинского округа Алла Эрнандес наградили званием лучшего работника в сфере ЖКХ. Алла Эрнандес работает в сфере жилищно-коммунальных услуг девятый год. В ее обязанности входит уборка улиц, парков, скверов, а также контроль и планирование работы в области дорожной инфраструктуры. Я занимаюсь уже несколько лет закрытием программы из КПДИ. В связи с этим номинировали грамоту за отличную работу. С КПДИ дает план работы на неделю, например, на две недели. Этого плана мы придерживаемся и делаем фотоотчеты, посылаем их. Если все хорошо, то программа закрывается, и мы выходим в лидеры, например, Московской области. Алла отмечает, что создание комфортной среды и обеспечение комфорта жителей – заслуга целой команды. Без мастеров и техники достижение высоких показателей было бы невозможно. Начальник участка МБУ благоустройства Александр Кожарский отметил вклад Аллы в развитие сферы ЖКХ. Алла Александровна очень ответственный сотрудник у нас. Отношусь к этому очень… Ну, то есть награждили ее очень правильно. Лучший сотрудник все поручения мои выполняет неприкословно. Награждение лучших работников сферы ЖКХ прошло в правительстве Московской области. Алле Эрнандес вручили почетную грамоту за добросовестный труд, эффективность и своевременное исполнение должностных обязанностей. Инга Янчук, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Сегодня у нас в гостях врач-терапевт Видновской клинической больницы Шарин Араева, и мы поговорим об аллергии. Шарин, здравствуйте. Здравствуйте. Пришла прекрасная пора весна, но вместе с тем это и время обострения различных аллергических реакций. Вообще, давайте с АЗОВ начнем. От чего она может появиться, аллергия? Да, начнем с того, что аллергия вообще передается по наследству. Как бы ребенок не хотел бы, если родители страдают аллергической реакцией на какой-то аллерген, раздражающий фактор, то это передается по наследству. То есть до 70%. Когда возникает ранняя аллергия, вроде еще зима только-только закончилась, еще ничего не тетет, а у людей уже начинаются первые признаки аллергии. Уже пациенты начали обращаться, уже вот у них воспаление, отек, чихание, зуд, крапивница и так далее. Дело в том, что когда тает снег, в снегу находятся экскременты животных. Соответственно, вот эти вот, они начинают экскременты разлагаться, начинают гнить, и все эти вот микрочастички попадают в нашу атмосферу. И всем мы, к сожалению, этим дышим. Следующий аллерген – это плесень, образуется осенью, это когда деревья опадают, листва выпадают на почву, и под листвой образуется плесень. Мы опять так же всем этим дышим. Во-первых, человек должен знать свой организм, на что у него есть раздражители. И вовремя обращаться к врачам, то есть делать орошение. Это промывание носа, ротоглотки, горла, сливыми растворами, так как они уничтожают аллергены, патологические микроорганизмы. Они не только уничтожают, но и оздоравливают мукотеллярный клиренс. И, соответственно, у нас появляется мукозальный иммунитет, который в дальнейшем создает барьер для поступления аллергена. Если аллерген попадает уже в воспаленную, слизистую, то есть если человек не профилактирует, не пьет, не лечится, то здесь уже, конечно же, осложнение и очень будет долгое лечение. А если уже попадает аллерген в здоровую, в слизистую, в здоровые ткани, то есть он никак не может вызвать воспаление, отек. И, соответственно, у человека качество жизни не ухудшится. – Бытует мнение, что человек может самостоятельно справиться с аллергией, особенно на каком-то начальном этапе. Насколько это верное утверждение или нужно всегда обращаться к врачу? Вот когда даже малейшие какие-то появляются признаки. – Так, могу сказать, что бабушкины советы очень опасны. Во время обострения аллергической реакции вообще не рекомендуется противопоказанно народные средства, такие как отвары и настои из трав. Так как есть такое понятие, как «прикрестная аллергия» – это специфическая реакция организма на несколько аллергенов. Только строго обращаться к врачам. И только врач может назначить определенную терапию, лечение, так как аллергия может видоизменяться и прогрессировать. То есть к этому нужно очень серьезно отнестись. – Вы упомянули, что аллергия – это во многом наследственное заболевание. Она все-таки появляется с детства? Или, допустим, человек жил до 30 лет, и вдруг у него дебютировала аллергия? – Вообще аллергия проявляется тогда, когда у нас ослабевает иммунитет. Почему весной испытывают люди такие аллергические реакции? У всех вопрос, почему начинается весной? Потому что зимой наш организм постоянно борется с вирусами. И зимой мы сопротивляемся холоду. Соответственно, организм истощается, устает и проявляется ослабление, в результате чего обостряются хронические заболевания. – Аллергия излечима или это с человеком навсегда? – К сожалению, аллергия неизлечима до конца. Здесь каждый год, каждые полгода нужно обращаться к врачам, профилактировать, до конца не лечиться. То есть использовать диетотерапию, постоянно делать влажную уборку, то есть именно с вступлением весны, выбирать время прогулки, то есть вечером или ночью. Потому что именно в этот момент в воздухе концентрации пыльцы или аллергена какого-либо раздражающего наименьше. А днем, когда сухая ветреная погода, концентрация увеличивается. И когда мы выходим на улицу и приходим домой, обязательно нужно умываться, даже мыть голову. То есть аллергикам нельзя заводить домашних животных, если только аквариумные рыбки. Есть еще такое понятие, как ложно-аллергические реакции. Что это такое? Очень интересный вопрос. Да, есть псевдо-аллергическая реакция. Чем отличает от истинной аллергии? Тем, что при истинной аллергии вырабатываются в крови специфические антитела иммуноглобулины Е. А в ложно-псевдо-аллергии этих антител нет. И вообще псевдо-аллергия провоцируется некоторыми заболеваниями, как желудочно-кишечного тракта, печени. Или если человек потребляет продукты, где содержится больше гистамина. То есть такие вот ферментативные сыры, орехи, цитрусовые и так далее. Если у человека появилась аллергия, в том или другом случае нужно обращаться к врачу. Либо это заболевание каких-либо других органов, что вот появилась псевдо-аллергия. Либо это истинная аллергия, которую нужно лечить и профилактировать. С которой нужно работать, да? Да, да, все верно. Спасибо большое за интересный разговор. А я напомню, что у нас в гостях была врач-терапевт Виндовской клинической больницы Ширин Араева. И мы говорили об аллергии. Будьте здоровы! В Доме культуры поселка Петровская прошел творческий вечер под парусом мечты, посвященный пятилетию театральной студии «Парус». Подробности у нашего корреспондента Юлии Стаферовой. В 2019 году Светлана Синицына решила создать в Доме культуры Петровская театр-студию. Название выбирали долго. Для этого провели открытый конкурс среди разных регионов России. В итоге победил человек из Курганской области, который предложил название «Парус». В переводе с латыни оно означает «Синица», что созвучно с фамилией руководителя коллектива. В этом году театру студии «Парус» исполнилось пять лет. Показываем такой калейдоскоп из наших спектаклей. Вот то, что у нас было наработано. И перед началом у нас будет фильм, который мы подготовили специально для наших зрителей. Все участники студии не имеют профессионального актерского образования. Всему учатся на занятиях и репетициях. Для того, чтобы актеры могли лучше освоить профессию, приглашают педагогов из других театров, а также профильных учебных заведений. Много мастер-классов проводит и сама Светлана Синицына. Она же ставит спектакли. А ты! Ну, умерла баба! Ну и что? Живи дальше! Найди другую! Нет! Могу живешь! Мы очень рады, что за эти пять лет мы сложились. У нас очень дружный коллектив. И с удовольствием ждем всех. Екатерина Киргизова хотела быть профессиональной актрисой. Но так сложились обстоятельства, что она стала воспитателем в детском саду. Екатерина смогла реализовать себя на сцене благодаря «Парусу», состав которого выходит уже три года. Чтобы вжиться в роль, надо ее почувствовать, прочувствовать, пережить. И слово «играть» мне не особо нравится. Мы все, кто играют на сцене в театре, они живут этим. У постоянных зрителей постановок театра-студии уже появились любимые актеры. Выделил бы Юлю Пчелинцеву, выделил бы Александра Ливанова. Чем они вам нравятся? Ну вообще, прям, я бы сказал, ну, профессионалы. Прям смотришь, ребята молодцы, стараются, хорошо получается. Желаем актерам успешного творчества, ярких спектаклей, удачного воплощения замыслов. И, конечно, каждому сыграть свою лучшую роль. Юлия Астаферова, Алексей Астафуров, Ольга Садовская, Видное ТВ. Воспитанники фортепианного отделения Видновской детской школы искусств на протяжении года усердно трудились, разучивали произведения, участвовали в конкурсах и фестивалях. И вот пришло время продемонстрировать свою подготовку и мастерство на отчетном концерте. Тему продолжит Олеся Мордвинова. От начинающих до профессионалов. Юные ученики отделения фортепиано продемонстрировали свои успехи на весеннем отчетном концерте в детской школе искусств города Видное. Такие выступления позволяют еще раз отточить свое мастерство, готовясь к участию в конкурсах и дальнейшему обучению. Много занимаюсь на фортепиано. Я вообще, в принципе, люблю заниматься на фортепиано. Планирую дальше продолжать свое образование на нем. Зрители увидели разнообразную программу, в которую вошли классические музыкальные произведения русских и зарубежных композиторов разных эпох. Особенно высокий уровень исполнительского мастерства показали ученики старших классов. Мария Ивлева занимается в школе искусств вот уже пять лет. По словам преподавателей, юная исполнительница талантливая, заинтересованная, но самое главное – очень старательная. Именно это и помогает ей добиваться успехов. Обычно участвую много в конкурсах областных и порой в межзональных. В последние выходные была на областных и всероссийских. Заняла там второе и третье место. В детской школе искусств занимаются ребята от шести до пятнадцати лет. По общеразвивающим программам срок обучения – четыре года. А подготовка для поступления в специальные музыкальные учреждения занимает восемь лет. У нас и прекрасное оборудование, есть и прекрасные инструменты, на которых наши дети могут заниматься и показывать, конечно, результаты. Занятия музыкой благотворно влияют на психическое, эмоциональное и эстетическое развитие детей. Ребенок начинает лучше учиться в школе, внимательнее слушать и становится более усидчивым. Олеся Мордвинова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова